Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, у нас есть зрители? Мы сами втроем Сейчас Миша справится С волнением Тебе надо было, как актеру, соточку коньячку перед выходом на сцену Кто-то знает, что в нем не двухсоточка уже Не, он бы так не нервничал, Сань Двухсоточка, в смысле, миллиграмм и другого препарата По вене По вене, да Миша, ты нас как-то будешь представлять или что? Здравствуйте, дорогие спортсмены Любители джиу-джитсу и ММА Спасибо, что мы сегодня все собрались С нами Александр Коновалов С нами Матвей Переживалов И сегодняшняя наша тема Это БЗЖ В ММА Привет Всем привет Здрасьте, здрасьте Матвей Матвей Давай Начнем С тебя Как Эксперта по ММА Начнем С такой С такого общего вопроса Реально ли ММА это тайский бокс и джиу-джитсу? Так ли это на самом деле? Ну Да Ну Смотрите Я вам отвечу словами Если Геннадий Павлович Капшей Он в свое время возглавлял Сборную Беларуси по тайскому боксу Воспитал там 48 мастеров спорта Плюс международников Хотя сам начинал с вольных Сейчас он главный тренер сборной России по ММА Так вот он говорит Все почему-то думают Что если взять тайского бойца Поставить ему джиу-джитсу И будет боец ММА Хуй Не будет Так вот В принципе Я присоединяюсь к его мнению Нет На самом деле Это не тайский бокс и джиу-джитсу Это совершенно сейчас Отдельный вид спорта Где скомпоновали полностью Скажем так Взяли лучшее наверное Из БЖЖ Из тайского боксинга Из вольной борьбы И соответственно Уже сейчас это отдельное направление И нет уже такого понятия Как сочетание Вернее противостояние стилей А есть уже Противостояние отдельных бойцов Опять же это мнение Лично мое Я могу с тобой только согласиться Ну вот что Ну как так Ну бьет Ну тайский боксер бьет руками и ногами Если он еще и переведет и сделает сабмиссион Ну это с джиу-джитсу плюс тайский бокс Ну хорошо Давай по-другому Для того чтобы тайскому бойцу научиться переводить Это совершенно другая дистанция Это совершенно другой клинч Если вот допустим Хорошо у меня тренируется сейчас парнишка Чемпера по тайскому боксу Уже год И мы ему вот только-только сейчас Более-менее наладили вольную борьбу И то я его допустим таскал на сборы по вольной борьбе Какие-то переводы Проблемы с партером все равно еще существуют И допустим даже во время боев Я ему говорю переводи Он говорит не хочу Понимаешь Хотя есть возможность перевести добить Не хочу Хотя человек Допустим проигрывает Опять же проигрывает он на определенных аспектах борьбы Поэтому Опять же если мы с моей точки зрения Кикбоксинг больше подходит под ММА Если мы возьмем топовые залы Допустим АК Кто у них старший тренер Авер Мендес Кто он в прошлом Чемпион мира по кикбоксингу Если мы возьмем Джексон Вин Я являюсь фанатом вообще этого зала Скажем так Кто у них Один из старших тренеров Майкл и Вилкли Джон Кто он Чемпион мира по кикбоксингу И в большинстве случаев Если приглашают В какие-то залы Специалистов по ударке Больше приглашают кикбоксеров Ну опять же Возможно это Сечение обстоятельств Потому что мне кажется Передвижение Определенные Какие-то части аспектов Подходящих под ММА Все таки кик больше подходит За исключение может быть клинч Но сейчас опять же возьмем К1 Клинч есть там Определенно ограниченный Плюс добавим локти Ну вот это ударная техника Возьмем кикбоксера Топового кикбоксера Прокачаем его до Пурпура В БЖЖ Он Он станет чемпионом UFC Хорошо У Джона Джонса какой сейчас пояс? Синий вроде бы Или Пурпур ему дали Ну вот Пурпур недавно вручили Вот ты ответил на свой вопрос Но есть одно Есть одно но У человека огромная база вольной борьбы Плюс ударная техника В большинстве случаев Как если мы возьмем Опять же В ММА Ударников Плюс вольников Учат больше уходить От джиу-джитсов Если мы возьмем Всех сейчас топов В большинстве случаев Или ударники Или в прошлом вольники Джиттеров очень мало Осталось топовых именно Я кроме Дэмиана Майя Может там И Би Джей Пен раньше был Сейчас он Ну подскатился Потому что возраст Я наверное не назову Саня может назовет Потому что более в этом Профессионален И он своих Своих знает в лицо Как говорится Поэтому Моя точка зрения Нет Нужно узконаправленно Заниматься Сейчас отдельно ММА Раньше может быть прокатило Сейчас нет Что ты думаешь Это божжж Нету таких Людей Которые Знаешь Один из современных Для того Он заберет А потом уже И Леглоки Сейчас Но опять Генерирует Мама, забери меня в стойку Это характерная техника Спортивного самбо Мы про самооборону Мы про самозащиту Но сейчас я упал, 10 секунд полежу А потом придет мама, свистнет И заберет нас в стойку Опять тебя троллит Кто кого троллит 50-50, да? Как обычно Слушай, я вообще в принципе Самбо это как бы На территории Советского Союза Там бывшая Российская империя И сейчас вот как-то шатковалка Своими бюрократическими структурами Пытается сохраниться Ну вот оно какое есть Создано по те правилам, которые есть На этом как бы все Почему-то оно называется самооборона без оружия Почему-то называется Боевое самбо это вообще такой Типа мема по-русски Ну, согласен в принципе Я не вижу какого-то У меня такая своеобразная точка зрения Я не считаю, что ММА это единый вид спорта И я не считаю, что самбо боевой Это тоже единый вид спорта Потому что пока в текущей ситуации Все равно как бы Каждый тренер, он кто во что гораст Это самый только что сказал, что большая часть тренеров Кто-то из ударки пришел Кто-то из вольной борьбы стартовал Потом перешел в тайский бокс А теперь он занимается ММА То есть это такая как бы очень Смесанная тема Но если возвращаться к первому Ммешанному вопросу Так или иначе все понимают Что если ты не умеешь бороться в партере У тебя возникает огромная дырка Да, и вот это вот прям твой такой большой косяк В который можно удобно залезть И там тебя задушить или плавать Ну я не думаю, что есть какой-то нормальный Уменяемый тренер Современный 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 Россия Тренерный Голик Из Америки Которые скажут Нет, что Относно Он занимался только ударкой И вольной стройке А все остальное Нам нахер не нужно Потому что Это все Голло И короче Набли Питер По поводу Знаешь Я понимаю Что это не единый вид спорта Но Опять же Как любой вид спорта Это набор правил Если уж можно Набор правил По которым Идет противостояние Так же Присципы Набор правил Это набор правил Есть Если так Набор правил Но просто Поскольку уже давно существует Есть какие-то прям общие подходы Которые Начинают распространенные Понятно, что нету там Сферического Объекта Ватума Которые живут Знаешь Объекта В космосе Начинают Проникать В голову людей Это Здесь Сочные Распространенные Подходы Я Что Пытался сказать Потому что Подходы людей К ММА Они очень сильно Развращаются Да Вот Пропустим Допустим 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 Моя точка Моя точка зрения Смотри ММА Это новый Вес Спорт Соответственно Каждый тренер Хочет за счет этого Зарабатывать Но Не каждый тренер Хочет развиваться И вкладывать в себя Деньги Если я Допустим Начинал с вольной борьбы В детстве Потом у меня В принципе Я ударник Потом я понял Что у меня Не хватает Навыков Элементарного партера Если ты помнишь Мы с тобой Познакомили На самом первом Семинаре Тони Сузо По-моему Ты же был Да Это я считаю Да Совершенно верно Одиннадцатый год И после этого Скажем так Хотя я В принципе У меня был опыт В ММА Плюс-минус Скажем так Я участвовал В казино В одролевском время Так вот я к чему веду Что тренеры Я всю жизнь Пытался ездить На сборы Начиная от Дагестана Заканчивая Америкой Голландией Еще где-то Учиться 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 Но 80% Давай возьмем Санкт-петербургских Тренеров Они считают Что они знают Все И поэтому Они просто Тупо Занимаются Зарабатыванием денег Ну Это очень плохой подход Потому что я считаю Что То что отличает Наверное Кого-то образованного Человека Или вообще Тренера От ученика Это то что Тренер понимает Чего ему не хватает И пытается Это сам До себя Затащить И он точно так же Видит это В другом человеке И на самом деле Если вернуться К БЖЖ На соревнованиях По БЖЖ Очень сильно видно Вот сейчас был Чемпионат России Буквально там Полтора месяца назад По Невазе Вот прям видно Вот когда человек Он типа тренер Своего региона Он нихера не шарит Он просто приехал Как должностное лицо Знаешь такой функционер Да Просто потому что Он сидит на краю ковра И орет Давай Что давай Кому давай Зачем Да У тебя человек Сейчас проиграет Да Ну прям видно Есть люди Которые просто Спокойно сидят Говорят Типа Ты неправильно делаешь Перенеси там Ногу туда Или руку туда И это Ну да Я с тобой согласен Что это Прежде всего Собственное развитие И то же самое На самом деле Многих тренеров По джиу-джитсу Мне кажется Что многие Не развиваются На самом деле Проблема Люди считают Что они достигли Черного пояса И как бы Можно сесть Спокойно на жопе Ровно И там Твое джиу-джитсу Которое ты выучил Круг говоря Пять лет назад Более-менее Ты считаешь Что ты на нем Проедешь И людям Твоим ученикам Этого достаточно И этого недостаточно Но все-таки Вот вернуться К проблеме Молодежи У многих Представителей Джиу-джитсу Особенно молодых Если они Хорошо борются Зачастую Закрадываются В голову Идеи Выступить по ММА Ну а что молодой Здоровый 20 лет Или там 18 лет Как правило Она закрадывается Уже после борьбы С представителями ММА На днях борьбы На открытых коврах То есть человек Реально достиг Уровня там Пурпура Синего И понимает Что он в принципе С ММАшниками На открытом ковре Встречается И борет их И он думает Ну а что Сейчас я пойду Выскочу И поборюсь Как Что вы им посоветуете Вообще Вот я хочу Чтобы Матвей Вот ты отдельно Сказал И Саша Отдельно Сказал Что вы советуете Таким людям Много людей Идет сперва Прокачать БЖЖ Или уже Прокачала БЖЖ И хочет Идти Выскочить В ММА То есть продолжит Свою карьеру Я считаю Это У большинства людей Это иллюзия Почему Потому что Есть хорошая поговорка В дружеской схватке Всегда победит Борец Но это только В дружеской Потому что У панчера Всегда есть шанс Плюс опять же Если мы берем Хорошие жесткие спарринги При подготовке К соревнованиям Там Очень сильно Бьют И человек Который занимался Именно БЖЖ Он не привык Что бьют Опять же Это своя специфика Даже любой Если мы возьмем Даже мастер спорта Международного класса По боксу Который долго Не стоял в парах Если он Станет в пары Первые Все равно Три-четыре минуты Он при ударе Будет моргать Это опять же Это физиология Но единственное Что профессионалы Очень быстро адаптируются Потому что Есть моторик Который Вспомнит Скажем так Элементарно А новичок У него нету Этих навыков Он будет моргать Он будет получать Поэтому Если Человек захотел Выступить По ММА Нужно пройти Хороший Подготовительный кэмп Именно по ударке Спарринге Или хотя бы Один раз Нормально встать В парень Хороший Процент на 90 Чтобы не было иллюзий В хороших Перчатках Именно комби Желательно Конечно Не боксерский Не Который для профессионалов А именно Которые любители Дерутся На 6 юностей Я думаю Это оптимальный вариант Для человека Я расскажу историю Давно Когда мы начинали Заниматься БЖЖ Еще тренировались С Кэшоу Сэмми У нас был один человек Который решил выскочить По ММА Он на тот момент Прозанимался По-моему Где-то около 6 месяцев Или 8 месяцев В общем У него даже не было пояса Но он решил На тот момент Что он крутой Не сказал об этом Ни мне Ни Адику Ни другим ребятам Старшим И соответственно Выскочил по ММА По-моему То ли на стрелке То ли еще где-то Ну и Матвей может Примерно предположить Что с ним Произошло Соответственно Человек получил Пиздюлей Да вот Прямо именно так И после этого Еще начал предъявлять Нам на тему Того что мы его Неправильно научили Я помню Помню тот момент Да Это Было прям феерия Ну Матвей это вежливо Называет иллюзиями Иллюзии Могут разбиваться Вообще очень жестко В принципе А реальность Что-то твердое Например Кулак противника Если ты хочешь выступить По ММА Мне кажется Ты должен четко понимать Зачем это нужно ММА Это такая вещь Которая Очень физически тяжелая Допустим Почему я не занимаюсь ММА Потому что Я понимаю Что у меня У меня нет необходимости Какой-то во-первых Внутренней Во-вторых У меня нет такого Ресурса здоровья Чтобы вытягивать ММА Если вы посмотрите На ММАшников Это реально Реально кони Это прям Люди кони Ты его бьешь Ну просто посмотрите Когда люди друг друга Пять раундов бьют В лицо С размаху Ногами Руками Они после этого Встают Еще что-то делают Еще что-то соображают В принципе Обычный Стандартный человек Поедет в больницу Поэтому Ммашники тоже едут В больницу Но они еще перед этим 25 минут Потом еще продолжают Драться Поэтому я вообще Людям не советую Заниматься ММА В том плане Что Если ты Пришел Заняться ММА Ты должен понимать Куда тебя Это должно привести Это не такая вещь Которая Ну типа Нехер делать Вместо того Чтобы гулять Пойду заниматься ММА ММА Это очень серьезная вещь И если ты этим занимаешься Ты должен Мне кажется Рассчитывать на то Что ты будешь выступать Да Если ты будешь выступать Ты должен понимать Что у тебя будут Серьезные Физические последствия Какие-то эмоциональные Последствия На жизни твоей Это будет сказываться Очень сильно Потому что ты не можешь Заниматься ММА И бухать И тусоваться Ты не можешь Заниматься ММА И еще где-то работать У нас в России Наверное так происходит Но ребята В основном Насколько я знаю В охране работают Но в принципе Профессионал Он должен заниматься Только этим Джилу Это такой Другой вид спорта Да Я опять же С материн согласен Он легкий Такой лайтовый Но при этом Он настоящий То что мне больше Нравится в Джилу Джилу может быть Ну ты можешь В Джилу позволять Любые градации От самого Лайтового До самого Хардкорного То есть Если ты пришел Там у тебя Пятеро детей Две работы И жена Ты можешь приходить Два раза в неделю Это будет Джилу Что-то легко Поборолся Что-то поделал Или наоборот Если ты там Какой-то молодой спортсмен У тебя там 24 года 23 У тебя все получается У тебя 8 тренировок В неделю Ты готовишься К EDCC И ты хочешь стать Человеком Который Сабмитит Гордона Райана Да пожалуйста В ММА Мне кажется Такой подход Не очень работает Но ММА Это просто ММА Это На мой взгляд Очень профессиональное занятие И очень про деньги Про деньги Не в том плане Что это конкретная цель Но просто Если ты Занимаешься ММА И наносишь себе Такой физический урон И не получаешь За это Никакую материальную Компенсацию То это неправильно Ну Что-то Немножко В принципе Согласен Но немножко Поспорил бы Что совсем уж Профессиональное ММА Потому что Есть люди Приходят Которые для себя У меня есть Также Инженеры Приходят И медики Занимаются Есть ведущие Нейрохирурги города Которые занимаются Опять же Для себя Которые Знаешь Это как есть Такое новое Модное направление Вот сейчас в Америке Фитбокс Вот это можно назвать Фит ММА Где нету Жестких спаррингов Есть отработка Работка на снарядах Но тем не менее Человек получает Какие-то навыки Плюс кардионагрузки Конечно Он не тренируется Так как профессионал Потому что профессионал У меня в основном Тренируется Чуть ли не два раза в день Но в целом Да БЖЖ Мне кажется Это более Где-то можешь полежать Где-то можешь Передохнуть Себе человека Прижать В ММА Не прижмешь Он будет бить Поэтому В целом Да Согласен В исключении маленького Ответвления Что я уже сказал Я на самом деле Сам тебя спросил Знаешь что Матвей Как тебе БЖЖ Для самообороны Провокационно Мы же должны создавать Концент Иначе людям Вообще Зачем нам это все смотреть Им должно быть интересно С моей точки зрения Нужно добавить Немножко вольной борьбы Перевод Придушить Тогда да Но если будет Опять же Мы опять же Скатываемся В то же самое русло Если 2-3 человека Ну не до БЖЖ Здесь нужно Элементарно бить Бить Уходить в сторону Опять бить Уходить в сторону Блин Но не получится Ничего К сожалению Ты думаешь Какой-то вид спорта Он дает возможность Подготовиться К ситуации Когда там Тебя 3 человека Хотят избить Я имею ввиду Не на уровне Там МСМК ЗМС Да условно говоря Там по кику Тайки Еще чему-то Там Или даже Ну там Дзюдо Сань У меня вот Ребята тренируются Но опять же Да Врать не буду Мастерки в основном Которые стоят На воротах В каких-то клубах И бывали там Даже видео показывали Против двух-трех Только на ударки Выезжали Но здесь БЖЖ не прокатит Один на один Успокоить Какого-то Может быть Пьяного аспекта Чисто придушить Не травмировать Его Сдать полиции Может Но когда уже Действительно Агрессия идет Против нескольких БЖЖ к сожалению Мало подходит Как бы Я не являюсь Скажем так Возможно Я являюсь даже Фанатом В чем-то БЖЖ Но в данной ситуации К сожалению Я реально осознаю Не прокатит Ну я под самооборону Имею ввиду Даже не то Что мне кажется Это профессиональная ситуация Когда ты стоишь На входе где-то И там тебе надо Разбираться Ну по сути Решение конфликтов Это твоя Профессиональная задача А я имею ввиду Что ты там Ну там грубо говоря Там девочка Там тебя там Ну или мальчик Какой-то Тебя там Упали Толкнули Ты упал На тебя навалились сверху Я вот Такие больше ситуации Знаешь Ну типа Аля школьные драки Ну Чтобы опять же Ты видел Даже тот ролик В Америке По-моему Где Парнишку там Задевал какой-то Толстячок Перевел его Опять же Хорошим броском И да Сделал полевой Но Не знаю Я на улице Падать не люблю Поэтому не знаю БЖЖ Великолепная вещь Но Но не для улицы Вот я хочу Задать вопрос Ребром Давай Выехать Все-таки На чистом Живо Вот стратегия На бой Вот не было Времени на подготовку А выходить На бой Надо Предложили бой С Макгрегором На коротком Уведомлении Нельзя Профукать шанс Борешься Отлично Какой план На бой Все-таки Выходить Надо Вот ты Миха Пипец Провокатор Я скажу так Если бы я вышел На коротком удавлении С Гану Я бы подвигался Где-то минуты Три-четыре Просто тупо бегая Потом бы Подставил голову Получил блок Сдревнул Получил свои деньги Пошел домой Нет Я думаю На коротком удавлении На Джиус На Гану не выехать Тем более С его физикой Антропометрии И у него Хороший все-таки Тупкорг Он хорошо двигается На ногах Нереально Может конечно Саня поспорит Я думаю нет Тем более Если ты Даже черный пояс Потому что сейчас Без хорошей ударки Ты не сможешь Ничего сделать И опять же Я с Аниными словами Скажу Все те Кто уходили Живы в ММА Они слегка Но они не выступали Они не забрасывали Они не выступают уже Они занимаются Целенаправленно ММА Они уже от Джиус Немножко отходят Поэтому тут Может с Аней Конечно поспорит Слушай Ну Я бы против Гану не вышел Но просто нет В любом случае Сразу нет Я не готов Даже подставить блок И получить блок И потом послать Потому что Я думаю Что это вредно Прям реально вредно Я видел Беркантильный очень Тут вопрос Такой Знаешь Ты прикидываешь Сколько денег Ты получишь И стоимость Своего восстановления Вот мне кажется Что стоимость Моего восстановления Будет больше Чем те деньги Которые я получу Я бы на самом деле Знаешь Кого посмотрел Против Дангану Я бы дал шанс Наверное Гордону Райану Может быть Гордон Райан Он у нас очень Такой физически Развитый парнишка И очень хорошо Работает с ногами Так вот В принципе Гордон может По идее Успеть там Докатиться Или добежать Дангану Тем или иным образом И оказаться У него на ноге Если он окажется У него на ноге Тогда Тогда в принципе Дангану Я думаю Что не уйдет Ну давай Если теоретически Этот бой состоится Мы с тобой спорим На шоколад Тогда Я ставлю на ноге Но ты ставишь Хорошо Характерный пример Того что я имею ввиду Это бой Райана Холла И Биджей Пэна Соответственно Они вышли Пэн встал в стойку Райан разогнался Сделал Ламонари Ролл Вышел на пятку Они разошлись Ну это то же самое Что если мы возьмем Дэммиан Майя С Кондитом Если ты помнишь Буквально Быстрый перевод И заход за спину Удушил Хотя Кондит знал Что Майя будет делать Ну в принципе Может быть Может быть Вот Кстати Если говорить о чистых джитсерах В ММА Вот Майя Майя наверное Самый топовый Из тех Кто выступает Так я и говорю Он единственный остался Единственный остался Все И стоп Ну Женщина еще есть В принципе Не будем тебя так трогать Хабиб же сказал Женщина место на кухне Слушайте Смотри Вы это Начали разделять Определенные ценности Определенных регионов России Слушай Нет Я тебе скажу У меня есть девочки выступающие Ты знаешь Но как говорил мой командир Если мы не можем избежать пьянки Мы должны ее возглавить Поэтому приходится идти по такому методу Ну блин Женская ММА Женская БЖЖ Да Особенно в России Это так Пока не очень Пока никак Пока не очень приятно смотреть Я Смотрел опять же Чемпионат России И уровень спортсменов Которые становятся призерами Он Ну на мой взгляд Зачастую даже на синий пояс Ну девочки Может в будущем Посмотрим У тебя большой тренерский опыт У меня реально непонятно Почему у женщин Получается в БЖЖ хуже Причем именно в России То есть за границей Женщины Женщины вроде как бы нормально выступают Ну то есть они технично борются Как бы все прикольно А вот большая часть людей Которые выступают в России Ну это какой-то Ну грубо говоря Кто больше из них накачанный Да Та и победила Потому что В БЖЖ Это как шахматы Здесь думать надо А Вот А женщины Ты же знаешь У них по-другому мозг устроен Женщины, девушки Нас тоже смотрят Я хочу вас Так Пускай смотрят Ну Мы же слегка троллим их Мы же их любим Я надеюсь Меня жена не слышит Миш, любая публичность лучше Чем некролог Поэтому Ну Да На чем мы остановились На Дэмиан Майя Ну Есть еще Чарльз Оливейра Насколько я помню У него в принципе Неплохой жу-джитс Он особо еще по-моему По IBJF не занимал Но У него в принципе Неплохой жу-джитс И Это по-моему У него вес до 70 Он выступает Бразил такой Слышит А Жакаре Сауза Он же черный пояс, по-моему Да? Жакаре, да Жакаре топовый Но Я просто не помню Дэмиан он четвертый Да А Жакаре я не помню какой Ну да Ну вот По сути на самом деле Осталось да Два таких Из самых топовых Топовых Ну хорошо с Райаном Три Дэмиан Майя Жакаре Сауза И Райан Холл Ну вот Про что я и говорю Что это уже Отдельный вид спорта Где Нужно не полностью Бража Скажем так А только ее Часть Отдельная Я думал об этом Вот когда Собственно Миша сказал Что у нас будет выпуск Прямой эфир Я подумал о том Что раньше же было много Очень бражистов Которые все приходили И все рвались в ММА Даже если взять тех людей Которые сейчас Выступают Ну и даже уже не выступают По джиу-джитсу Но они выступали в ММА Там тот же самый Главарь Атоса Андре Галюау Да Который здоровенный Он же выступал по ММА У него по-моему Три или четыре боя было А Марсел Гарсия Уступал по ММА У него один бой Насколько мне известно Один бой Он проиграл Точно Я его сам смотрел А сколько у него было Он один проиграл И после этого ушел сразу Он понял что это не его На самом деле это удивительно Потому что Марсел Гарсия Одно из самых лучших джиу Которая Наверное даже На сегодняшний момент Но он уникум И у него просто Не получилось залезть Под шею человеку И что-то это В нем сломило Ну потому что Потому что Каждому свое А вот Сергей В чате Задает нам вопрос Такой Что из БЖЖ Работает в ММА Основное Самое Это элементарщина Треугольник Рычаг локтя Ахилл Скрутка Может быть Само собой Анаконда И Блин Гильотина Это основные топ 5 С моей точки зрения Может еще что-то Более-менее Со спиной удушения Да Совершенно верно Со спины еще Может я не добавил А так все Вот это основные 6 Скажем так Даже скрутку Мы можем убрать Вот основные 5 Что действительно Оффективно Этот вопрос Надо как-то Шире нам Раскрыть Вот Что-то Джиу-джитсу Должно быть Для ММА Можно ли Изучать То же самое Джиу-джитсу Со всеми Перимболами Гипкапгардами И будет ли Оно работать Можно я тут Первое отвечу Отбросить Свою Джиу-джитсу Отбросить Что-то Ненужное Эти моменты Я думаю Очень интересны Именно Слушателям Ну я свое мнение скажу А потом Матвейт Скажет Как практик Потому что Это В принципе Иногда приходят ММашники Но у меня Какого-то Отдельного Направления Которое Я тренирую Именно Джиу-джитсу По ММА Нет На мой взгляд Джиу-джитсу Для ММА Должно быть Базовое Джиу-джитсу Какое оно есть Ты должен Понимать Сама суть Джиу Какая она есть Ты должен Ее понимать Ты не обязательно Должен знать Две тысячи Вариаций Приемов Всяких разных Но ты должен Понимать Основу контроля Основу позиций Вся суть Джиу Какая-то Ключевая И вот эти правила Идеально Подходят Для ММА В том плане Что если У тебя нету Ног между тобой И противником Тебя прошли гард Тебя будут Бить сбоку Соответственно Ты хочешь Сверху сделать Наоборот Ты хочешь Пройти Человеку ноги Взять Доминирующее положение Либо колено на животе Либо маунт Либо бэк маунт И доминировать его Соответственно Ты должен Уметь Проходить гард Ты должен Уметь Устанавливаться Из плохих Положений Ты должен Знать Как выйти Из под Маунта Как выйти Из бэк маунта Как выйти Из под Сайда И так далее Ты должен Уметь Свеповать Из каких-то Базовых Положений Ну и Ты должен Понимать Как контролировать Противника Если ты Работаешь Сверху Потому что Уольная Вебова Наверное В этом плане Не очень Подходит Если ты Прошел В ноги и завалил противника, если ты не понимаешь, как его правильно удержать, для чего, в принципе, и нужно БЖЖ, тогда он уйдет. Все остальное ты можешь дополнять уже какими-то базовыми вещами, типа самых базовых болевых. Если мы берем человека, он не умеет бороться, но он выступает по ММА. Сначала я бы давал ему снова позиционного контроля, потом уже переходил бы к каким-то базовым рычагам, кимурам, треугольникам, анакондам, и потом бы уже дальше его просто накатывал в борьбе с БЖЖ-стами. Потому что уходить в какие-то там тонкости это просто очень много времени занимает. Поэтому сначала мы даем основу позиций, умение выходить из плохих позиций. То есть хотя бы просто понимать, что происходит. Ну и может быть, как отдельный аспект чисто для БЖЖ, это нельзя делать в соревнованиях по джио, но это разрывать дистанцию и уходить. То есть, грубо говоря, ты чувствуешь, что тебя человек куда-то затаскивает в положение, которое некомфортное для тебя, не надо с ним, ну, не ведись на борьбу, просто отпихни его, отойди. Ну вот как-то так, на мой взгляд. Ну, в принципе, да. Но, опять же, как с моей точки зрения, любой тренер, который развивается, он должен уметь адаптировать. Если мы возьмем тренера по джиу-джитсу, который готовит бойцов ММА, он должен понимать, что он дает. Он должен сам одеть перчатки для ММА и побороться в них. Потому что я, допустим, знаю одного тренера, Саня тоже знает, черный пояс. Вот он одел перчатки для ММА, он говорит, блин, это совершенно по-другому. И, в принципе, да, нужна в основном база. И на эту базу мы уже нанизываем какие-то вещи. Если идет отработка элементарнейших вещей, как вот, допустим, на моих тренировках происходит, то же самое выход с маунта, мы делаем перчатки для ММА, и можно бить и тому, кто снизу, и тому, кто сверху. Только задача того, кто сверху сидеть, то есть и снизу уйти с этого положения. То же самое мы разбираем и сайт-контроль, и бэк-маунт, и с гардом мы работаем. Потому что быть просто в гарде и пытаться сделать свип, это одно. А другое дело, когда тебя бьют, и у тебя, соответственно, скорость мышления должна быть намного быстрее, чем ты просто отлеживаешься, полежал, подумал, здесь колено ставил, здесь еще что-то. Так что я думаю, нужна действительно база, база еще раз база. Я знаю, что бы еще добавил. Ну, это вот просто я там бывал, иногда раньше боролся с ударами. Это есть такой как бы аспект, на который особенно новички не обращают внимания. Это, знаешь, контроль его рук. А вот именно то, что ты ему не даешь себя ни ударить, ни схватить, даже если ты его просто возьмешь за два запястья, ему уже будет неудобно. Многим новичкам им непонятно это, но потому что я имею в виду, что если вы контролируете руки человека или не даете ему взять захваты, это очень сильно ограничит круг того, что он может с вами сделать. Прямо очень сильно. Даже если вы боретесь с каким-то опытным человеком, уже вы менее опытный, если вы будете более-менее, если он особенно в ги брать захват из-за его рукава, то есть как бы сверху прихватил и к нему прижал, то ему будет неудобно. Понятно, что ты из этого положения его не засобмитишь, особо ничего не добьешься, но ты, грубо говоря, сможешь не дать засобмитить себя и при случае сбежать. В принципе, у меня все. База. Мы сошлись на одном базе. На базе. Только на базе выезжать. Так без базы никуда. Вот если мы вернемся к тому, что мы обсуждали, нужно ли выезжать для ММА, ну вот, да, вот, собственно, а как это вообще возможно в современном ММА выйти в человек, который не понимает, что такое маунт, как проходить гард. Не, ну почему? У меня есть, извини, что перебил, у меня есть люди, которые приходят и говорят, тренер, я через два года буду в UFC. И вот ты думаешь, что я могу ответить этому человеку, который через два года хочет в UFC с нулевой базой. Ну, будешь, конечно. Не, я честно, я говорю нет. Не, у нас есть, там, тренер один в стреле, у него есть такая поговорка, если человек хочет стать чемпионом мира, почему не дать ему пизделей, да? Хорошо. Если что, ко мне посылать. Вот, поэтому, да, если человек хочет выйти через два года в UFC, ну, ты пройди зал сначала, да? Ну, что, начни с первого уровня, пройди босса. Потом залезь на второй уровень, пройди босса, докажи всем, ну, что. В принципе, тогда к тебе UFC само придет, скажет, чувак, мне нравится, как ты выступаешь, мы готовы у тебя взять. У них даже на сайте, кстати, я вчера заходил на сайт UFC, у них на сайте есть такая маленькая анкетка, там, типа, заявить о себе, как о бойце. Так что, можно даже самостоятельно, там, без тренера, без всего, просто самому написать, что привет, меня зовут Ваня или Мага, да, я хочу быть бойцом UFC. Я думаю, у них каждый день сыпется от всяких фриков. Так что, Миша, есть еще вопросы? Конечно, есть. Надо нам все-таки ответить на базовый вопрос. Вот кардинальное отличие джиу-джитсу, спортивного джиу-джитсу, от джиу-джитсу для ММА. Вот кардинально в чем отличается? Ну, вот пусть Саня первый начнет, а я потом уже добавлю, с моей точки зрения. Ну, кто у нас черный пояс? Ну, я вроде был. Вот, давай. Сейчас на мне нет черного пояса, поэтому я просто человек. В чем кардинальное отличие джиу-джитсу для спортивного и джиу-джитсу для ММА? Ну, в том, что ты борешься не на очки, то есть ты борешься конкретно, чтобы либо защитить себя, либо чтобы законтролировать человека. Ну, я вообще, в принципе, когда борюсь, обычно не очень думаю о баллах. Спортивное БЖЖ, ты очень много думаешь, прямо если ты выступающий спортсмен, ты думаешь о том, вот я сделаю это, ну, ты как бы выстраиваешь соответствующую тактику. Ты думаешь о том, что этот человек, допустим, с которым я выхожу, он хорошо борется, тогда я буду стараться сверху, тогда я буду стараться наоборот, заставить его запулить и так далее, и так далее. Это доходит до того, что ты выгадываешь моменты, чтобы получить идванточный под последние секунды. Ну, на каком-то уровне белых и синих поясов это еще не очень понятно, но на более старших поясах или на более высоких соревнованиях это существует везде. Это прямо конкретная работа на конкретные баллы. Да, и это очень там всякие тонкие вещи, типа вантеджи из некоторых положений. Соответственно, для джиу-джитсу в ММА это вообще не имеет значения, имеет значение контроль и преимущественное положение, из которого ты можешь что-то человеку сделать. Либо его избить, либо его засобмить. Либо его сначала побить, а потом засобмить. А можно маленький пример, Саша? А если, допустим, я борюсь по джиу-джитсу на баллы, вышел по ММА, перевел соперника, прошел ему гард, зажал его в сайде, чуть-чуть бью его в бок, чтобы меня не поднимали в стойку, и долеживаю раунд до конца, выигрываю раунд. Поднимут, Миш, поднимут по правилам, если нет амплитудных жестких ударов, тебе рефери говорит экшен. Если, опять же, нет у тебя урона, ты не наносишь урон, вас поднимут. Ну, демонстрация активности в ММА же существует. Сейчас очень жестко, даже в любителях. Это, знаешь, я тебе скажу по поводу черного пояса, веселую историю. Саня помнит ее, чисто поражать. В Петербурге еще БЖЖ было очень-очень плохо развито, и самый первый семинар привез Костя Скачков своего тренера, Тони Сузе, черный пояс по бразильским джоу-джису, великолепный специалист, где, вот, скажем, после этого семинара я подсел на БЖЖ. Хотя до него я думал, что я в партере умею бороться. Ну, очень наивный был. Так вот, у меня был тогда черный пояс по карате, и я пишу Косте, говорю, Костя, я не успеваю купить белый пояс, можно я приду в черный? Я прихожу на этот семинар с черным поясом, и потом, когда в конце семинара мы фотографировались, я сел на коленочке, и Тони Сузе сел рядом со мной. Это фото выложили на одном блоге. Как мне Костя перемывали? Да, блядь, кто это такой черный пояс? Да как он смел сесть с профессором? Да кто он такой? Так вот, Саня помнит. Да кто я такой? А в принципе, с моей точки зрения, отличие спортивного БЖЖ, давай возьмем все специалисты, хорошие специалисты, они в основном борются с ГИ, потому что, как это говорят они, ноуги, ноу шейм, насколько мне известно. Если мы возьмем ГИ, отвороты уберем, лейплы уберем, отвороты штанин уберем, все уберем, и от 100% техники, если мы берем ГИ, останется сколько? Процентов 50. Вот, здесь уже начинается ноуги, соответственно, ноуги, если мы уберем, бери имбалы, какие-то там другие термины, я не силен в их, скажем так, опять же, останется процентов 40. Так вот, эти 40% и есть база, которая нужна именно для ММА, если, с моей точки зрения, простым языком. А можно на ней вот чуть-чуть поподробнее? Это вот прям то самое. Опять же, те же самые свипы классические, если вдруг вас перевели, те же самые базовые приемы гильотины, анаконды, рычаг локтя, треугольник, руками треугольник неплохо заходит всегда и сверху, и снизу. То есть, вот я говорю, их приемов максимум, наверное, 8-10 наберется, которые, если мы возьмем все бои ММА, там, UFC, хорошо, и проанализирован, в большинстве случаев удушение задним, гильотина, рычаг локтя, треугольник, ну и может еще один-два приема, все. И вот они повторяются, повторяются, повторяются. Поэтому... А знаешь, что я думаю еще по поводу современного джиу-джитса и ММА? Миш, Я думаю, что произойдет, знаешь, некое разделение, но оно будет происходить со временем, будет возникать больше разделения между джи и науги. У нас, наверное, в стране это еще не очень заметно, потому что у нас мало специалистов по науги как таковому вообще, в принципе. Большая часть людей, которые преподают грэплинг, они преподают вообще непонятно что. Которые говорят, что типа я преподаю грэплинг, ты начинаешь там узнавать там, типа, где-то там, что там, ну и выясняется, что он всю жизнь занимался боевым самбо, там, М1, и вот теперь он преподает грэплинг. И будет происходить расхождение, да, между джиу-джицу в ги и джиу-джицу науги, потому что джиу-джицу науги на самом деле это охренища деталей, и это очень неправильное представление о том, что типа, ну, типа это вот то же самое, ну, ровно то же самое, только захваты другие. На самом деле, там по положению тела, по положению, по углам там очень много деталей, да, и зачастую тебе ги дает возможность выехать, ну, не то, что более легко, но тебе легче удержать человека, когда, грубо говоря, ты не знаешь все детали, тебе ги может прощать ошибки. В ноуги ты человека не удержишь, если ты его держишь неправильно, да, тебе нужно быть намного физически сильнее. Поэтому я предположу, что в дальнейшем мы увидим следующее, мы увидим, что те люди, которые занимаются науги, они будут все больше и больше выходить туда в ММА, а те люди, которые занимаются в ги, их будет все меньше и меньше. Их меньше и меньше, потому что есть призовые сейчас нормальные бабки, то есть раньше еще Бразилы участвовали в ABJ, нифига на этом денег не зарабатывали, поэтому была какая дорога. Ты растешь в джио, потом начинаешь заниматься в ММА, и когда ты уже начинаешь выступать в ММА, ты зарабатываешь бабки. Сейчас ты можешь в джио и зарабатываешь вполне неплохо. Особенно там есть такие специальные турниры, типа того, как Гордон Райан собирался на дом миллион долларов до 27 годов или 25 годов. Я не помню. Я не помню. Человек чисто насобирал на джио-джитсу науги. Представить это 10 лет назад это было невозможно. Вообще просто невозможно. Мне кажется, в ММА даже сейчас нужно очень большую работу проделать, чтобы такие бабки заработать. Ну, такой, как он, таких мало, опять же. Он единственный индивидуум, про которого мы и говорили, в принципе. Он первый. Ну, так вот, Саня, опять же, что я говорю. Ты обрати внимание, что очень мало специалистов БЖЖ, которые могут давать БЖЖ под ММА. Они не умеют адаптировать, они не могут понять, что надо. К сожалению. Черных поясов-то много, но именно которые дают то, что надо, огранщики, так называемые, их мало. Слушай, ну, сейчас в России очень много черных поясов стало. Я в Джилу с 10-го года. Так я же тебе говорю, которые под ММА дают БЖЖ. Не, 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 я тебе просто скажу, что я думаю на эту тему, там, черные пояса и так далее. Я, ну, я вижу людей, которые получают черные пояса, но черный пояс, в моем представлении, ну, это минимум 6 лет, да, вот с начала занятия. То есть если ты вот получаешь в 2020 году черный пояс, да, ты не позже 2014-го начал плотно, конкретно заниматься БЖЖ. Я этих, ну, и ты все время присутствуешь, да, вот где-то. Люди, которые сейчас многие получают черные пояса, я вообще никогда о них не слышал, там, не видел их ни на фотках, ни на сборах, там, я, может быть, конечно, не самый тусовочный человек в плане каких-то мероприятий, но все равно. Поэтому, ну, сейчас люди получают черные пояса, да, вот как-то непонятным образом, многие. Я не говорю, что есть, нет настоящих черных поясов, но ко многим у меня вопрос. И после этого, собственно, джио у них начинает превращаться в, ну, что-то, типа, я уже выполнил, да, и я там, ну, грубо говоря, начал вести тренировки, ну, типа, я все знаю, я черный пояс. Это неправильно. Да, ты не можешь преподавать на УГИ, просто сняв ГИ, и, ну, типа, да что, все то же самое. А если ты не понимаешь углы, у тебя, у людей будут точно плохие результаты на соревнованиях. Ну, как сказал мой тренер, если вам тренер говорит, что знает все, бегите от него. Ну, окей. Да, да, кстати. Вот хорошие признаки, да, по поводу того совета, как выбрать тренера. Ну, окей, ноуги. Мы пришли к ноуги. Ну, вот ребята Эдди Браво, они все время тренят ноуги. Значит ли это, что их стиль наиболее оптимален для ММА? Или все же олдскул Грейси? Ну, хорошо, у Эдди Браво то же самое Тони Фердюсона, постоянно у Эдди Браво, поэтому есть еще хорошие топчики. Просто, видимо, скажем так, Эдди Браво, мне кажется, может, умеет адаптировать то спортивное БЖЖ и, скажем так, разделять и БЖЖ под ММА. Поэтому есть хорошие бойцы, которые тренируются в его зале. Опять же, это моя точка зрения. Не знаю, может, Саня что-то добавит. Ну, давайте возьмем две топовые школы, представители которых лучше всего уступают или принимают участие в подготовке людей в ММА. Ну, их две. Одна Эдди Браво, по сути, которая известна всем, вторая Джон Данахер. Если мы возьмем этих людей, есть, на мой взгляд, неправильное представление у людей, которые не очень долго занимаются Джилу или не очень сильно думали об этом, что Эдди Браво или Джон Данахер это что-то космическое в вакууме. Джон Данахер и Эдди Браво это развитие базы. Это люди, которые были в числе первых людей, которые начали в Америке заниматься Джилу и тех же самых Грейси. И это, соответственно, их подход и их осмысление. И то, что они делают, в том числе Эдди Браво, это не отрицание базы. Ты просто берешь, базу называешь какими-то новыми словами, которые тебе больше нравятся. Это маркетинговый ход. Да. И, собственно, получается десятая планета Джилу-Жиз. Чего-то такого прям сверхкосмического в этом нет. И этого не может быть. На самом деле, сейчас вы не найдете человека, у которого будет какое-то супер особенное Джилу. Ну, я думаю, что читатели, слушатели наши сами знают почему. Потому что все божижисты сидят на всех одних и тех же пабликах. Все роются по Ютубу. Если кто-то что-то сделал или что-то появилось модное, все сразу же бегут и начинают пытаться это выучить. Даже если ты не знаешь базу. Как раньше смеялись в 12-м году, что твое берембол это рычаг локтя, парень. Пока не научишься делать рычаг локтя, даже не надо пытаться делать берембол. Надо делать рычаг локтя. Сейчас примерно то же самое происходит. Поэтому того, что кто-то где-то очень какие-то секретные приемы делает, невозможно. Просто невозможно. Но по факту мы видим, что если ты хочешь заниматься ММА, то, наверное, сейчас ты уже можешь заниматься сразу начинать налги. Наверное, это будет эффективнее. Ну, я дополню, Саня, слова. Опять же, одно и то же. Если мы возьмем залы хорошие, допустим, я был, я говорю, был очень много из-за границы, я был в Дагестане. В принципе, все делают все одно и то же. За исключением системы подготовки. Система подготовки, дисциплина, система подведения спортсмена. Разносторонняя. Только в этом отличие. А так все одно и то же на самом деле. Ничего, все придумано до нас. Как говорил, мой тренер опять же. У меня все. Миха, давай, лепи. Да, у нас вопрос вот от зрителя. А какие главные позиции, кроме маунта и бэкмаунта для ММА? А кто задал вопрос? Мне интересно просто. Сергей, вы знаете, я скажу так. Если вдруг вы оказались в партере, все позиции важны. Выбирай на вкус. И сайт-контроль. И, блин, да я не знаю, все позиции, которые существуют в бразильской джиу-джитсу, которые опять же в ММА, они все важны. Вы должны уметь, грубо говоря, даже если вдруг противник оказался за спиной, вы должны элементарно уметь выживать в этой позиции, чтобы хотя бы или, если вы не вышли, хотя бы дотянуть до конца раунда. Если вы в сайт-контроле, соответственно, вы должны восстановить гард. Это опять же мы берем если так БЖЖ, который подходит под ММА. Если опять же человек в маунте, я не хочу вас обидеть, Сергей, но вопрос на тоненького. Слушай, мне кажется, вопрос можно еще, знаешь, так прочитать, какие гарды важны для ММА. Мне кажется, такие базовые гарды, которые прям точно нужно знать, человек, который выступает в ММА, закрытый, бабочка. Бабочка, хамгард, конечно, да. Вот три этих гарда, надо уметь бороться из них и сверху, и снизу. У меня все. Вот у нас еще такой комментарий от зрительницы. Интеллектуальный марафон жив у тебя, когда вы просто смеетесь над женщинами. Я разочарована. Вы считаете после этих слов, кто захочет вернуться в зал? Стоп, 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 кто смеется? Во-первых, я только что сказал, если вы невнимательно слушали, что я тренирую сам девочек, даже в ММА. У меня есть девочки, которые выступают на очень хорошем уровне. Допустим, у меня есть Ксения Гусева, которая выступает в старейшей организации в мире, Панкрейс. То есть, она даже старше, чем Прайд в Японии. У меня там девочка Эсевда, которая выступает, она взяла поезд на Кипре. Мы не смеемся, мы говорим то, что сейчас, опять же, вы невнимательно слушали, что сейчас уровень, к сожалению, ММА и БЖЖ по сравнению с мировым, очень низок. Только из-за этого. То, что я сказал, вместо женщины на кухне, и опять же, я посмеялся, что лишь бы жена не слышала, она, кстати, слышала, она смотрит. Кто-то спит на диване, да? На кухне, да. Поэтому, нет, мы не хотели вас обидеть, просто мы констатировали факт, что, к сожалению, женщинам нужно еще до мирового уровня дотягивать и дотягивать у нас в России. Вот и все. Так что, боже упаси, смеяться. Да, я в свое оправдание хочу сказать, что я не смеялся, я выстроил свое неудоумение. Ты смеялся? Неудоумение. Ну, мне на самом деле реально непонятно, почему это происходит, потому что, в принципе, интеллектуальные способности и координация, все нормально. Да, но вот есть какой-то затык, и я вообще вывижу в этом свою тренерскую задачу, чтобы разобраться в этом затыке, да, и наладить производство. Ну, вроде ответили, Миша. Ну, да. А что касается возвращаться в зал, слушайте, ну, я вот вообще никогда никого насильно в зал не притаскиваю, да, если человеку это самому не надо, ты можешь там что угодно с ним сделать, все равно у него ни хера не получится. И в джиу, и в мэй. Да. В зал никто не тянет, на самом деле, это сугубо личное. И что значит не хочется возвращаться? Вы же возвращаетесь не к нам, а возвращаетесь к своему тренеру, правильно? Соответственно, нужно искать причину тогда в себе, если мы что-то сказали, а вы не хотите возвращаться к вашему тренеру. Вы нашли для себя оправдание в словах людей совершенно посторонних для вас. Ну, в принципе, да. Давай, Михаил, иди. Давай, давай, давай. Ну, тут вот другая девушка пишет, я вернусь в зал, я 12 лет лежу за живу, а заниматься начала только недавно, и больше не хочу совершать ошибку и бросать, даже если скажут, что не мое. Не верю никому. Подожди, я перебью, перебью. Тогда, в принципе, тогда, если вы хотите вернуться, тогда вам к Сане, потому что Саня только что сказал, что хочет разобраться в этой ситуации, почему у женщин не очень хорошо получается и хочет преодолеть этот барьер. Тогда вам точно к Александру Коновалу. И я думаю, у вас тогда все получится. Но точно не ко мне. Вообще, я все время привожу один пример, я не буду называть его по имени, но кто со мной общается, он знает, о чем я говорю. У нас в питерской стреле был парень, он когда пришел, у него не получалось вообще ничего. Просто он не мог креветку сделать, что, в принципе, не помешало ему через какое-то время стать чемпионом Европы, вице-чемпионом мира и так далее. Поэтому, если вы хотите, у вас получится. Джио, оно требует задействования головы. Если ты задействуешь голову, ты можешь все свои остальные какие-то физические, но не то чтобы недостатки, недочета того, что тебе не хватает физически, с помощью Джио сделать. Потому что Джио – это механика, реальная механика. Понятно, что для профессионального спорта тебе нужна физика, потому что там другой такой же механик будет с противоположной стороны. Вот если ты этим занимаешься для себя, если ты будешь включать голову, ты сможешь. и когда вы занимаетесь БЖЖ, у вас задействована моторика, плюс мелкая моторика пальцев, это, наверное, лучшая профилактика болезни Альцгеймера. Занимайтесь БЖЖ. Ну, вот у нас еще напоследок такой вопрос. Должна ли отличаться ОФП и СФП для тех, кто тренит чисто джио, а тех, кто тренит джио для ММА? Безусловно. Безусловно. Если мы берем, скажем так, опять же, я скажу свою точку зрения как тренера именно по ММА, все-таки ММА более взрывная работа, плюс больше работы в стойке, намного больше. Соответственно, больше штанги, больше работы со слэмболами тяжелыми, больше работы с санками. Ну, то есть, идет своя специфика. Без тяжелой атлетики. Это, знаете, такое маленькое отступление, когда я своих тренирую в одном клубе, крупном, в Санкт-Петербурге, начал первый из Питера водить ребят на тяжелую атлетику, потому что я понимал, что чистая качка это хорошо, нужна взрывная работа. И вот, когда год назад Джо Кавана сказал, что он наконец-то дошел, что его бойцам нужна тяжелая атлетика, а не просто качка, я думаю, а я до этого 7 лет назад дошел. Так что ПЖ тоже, конечно, нужно из железа, и какие-то дополняющие упражнения, но не так, не так, как в ММА. ММА все-таки более взрывная работа, более физически сильная. Саня? Да, я с тобой согласен и не согласен одновременно. Я согласен на то, что нужна физическая работа, я про ММА не буду говорить, я не занимался никогда после физической подготовки людей в ММА, я могу только теоретически рассуждать. Мне кажется, что люди должны, вот если ты спортсмен, ты должен в любом случае заниматься у ФП. У ФП более-менее все равно будет у всех одинаково, то есть это какие-то колено-доминантные упражнения, тазы доминантные, жим вертикально, жим горизонтальный, жим вертикально, тяга вертикально, тяга горизонтально, и что-то там на плечи, на розаторную манжету, такие вещи. Соответственно, это просто создает у тебя какую-то, грубо говоря, базу, как у тебя машина прокачивает объем, ты увеличиваешь объем двигателя, мощность его общего, а потом поверх этого ты начинаешь уже шлифовать это все СФП, и СФП у каждого вида спорта совершенно своя может быть, но для Джио какого-то СФП, я видел там кучу всех этих, Саня, я скажу тебе так, Матвей, подожди, я закончу сейчас. Хорошо, извини. Да, спасибо. Мы, ну там я видел, люди подтягиваются на кимоно, лазают по канату, ну вот это вот примерно СФП, вы можете ту же самую штангу взять, взять у штуки, которые утолщают гриф, да, ее будет сложнее тянуть, это будет СФП для Джио, который укрепляет ваши христики. Что касается тяжелой атлетики, тяжелая атлетика, наверное, да, но очень ограничена, да, там, допустим, я вот, ну я упорно не понимаю, зачем людям делать рывок, да, когда ты выходишь на прямые руки над головой, это очень сложная штука, очень сложная, да, и ты ее пока правильно научишься делать, ты кучу времени потратишь на там какое-то силовое взятие, то, что штангисты не любят выражение на грудь, да, соответственно, это да, наверное, да, опять же, его не стоит делать с пола, потому что не все могут контролировать поясницу, я, допустим, не могу, и у меня прям много времени занимает выставить положение поясницы правильное, зачем это все время, чтобы это не травмировало тебя, когда ты делаешь нормальный вес с пола, делаешь от уровня колен, то есть, тяжелая атлетика, да, но в каком-то таком модифицированном виде и без таких вещей, как рывок. Я кроссфитом интересуюсь довольно давно, там, год с 2008, наверное, и, ну, знаю об этом довольно много, больше, может быть, даже некоторые люди, которые давно этим занимаются в России, этим зарабатывают, но, я иногда наблюдаю за кроссфитерами, у меня такое впечатление, что у них подготовка в цирк, да, то есть, и они, когда ты приходишь в боец, и тебе начинают это предлагать, я всем рассказываю, как я видел в одном тренажерном зале, девушка перевернула боссу, да, то есть, как бы вот выпуклась стороной платформу, выпуклась стороной вниз, наделала на обе ноги по два утяжелителя, взяла в руки гирю, перевернула ее вверх дном, чтобы ее было тяжелее держать, потом залезла на эту боссу, выпрямила одну ногу и начала приседать на одной ноге. Ух, нахера это делать? Ну, да, нет, я как бы был впечатлен, молодец, да, но, в принципе, нахера это делать, кроме того, что это прикольно, я не понимаю. Латов, ты согласен, но, опять же, отвечу твоими словами, если ты возьмешь фильм, если не ошибаюсь, 1978 года, специальная физическая подготовка, борцов, так там вот вольники, они все занимаются и рывок, и толчок, и есть одно специальное упражнение, где они делают рывок специально с кривой спиной, с небольшими весами, потому что не всегда ты можешь взять противника снизу и выдернуть, соответственно, и у тебя спина будет прямая, поэтому, опять же, все это нужно под руководством тренера заниматься, и, в принципе, и будет тебе счастье. Взятие в сет, согласен, не нужно, ни в рывке, ни в толчке, борцам и ММАшникам, а так, в принципе, чтобы выдернуть на второй этаж и воткнуть, без штанги не обойдешься, увы-вы. По крайней мере, у нас. Ну, то есть, что рывок нужен. Конечно, конечно. Ну, вот это вот, взятие на самый верх штанги снизу, зачем? Ну, когда ты человека выводишь в борьбе на вот это положение, когда на вытянутые руки, это анатомически слабое положение, да, и ты можешь его держать просто за счет фиксации, да, стабилизатора. Зачем-то в борьбе... Срывная, потому что ты его выдергиваешь. Допустим, если ты делаешь даже какой-то подхват или еще что-то, ты все равно руками делаешь рывковое движение. Ну, достаточно рывковой протяжки, да, рывковая протяжка, это когда ты штангу таким же хватом дотягиваешь до уровня вот этого. Не согласен. Зачем ее на верху выводить? Хорошо. Если ты делаешь в дзюдо даже, и в БЖЖ, соответственно, ты берешь за отвороты и делаешь рывок и вытягиваешь руки вверх, даже со жгутами, когда ты работаешь. Просто штангу ты на полпути не остановишь, поэтому и делать ты должен рывок. Пусть небольшими весами, то ты должен делать полностью, иначе ты травмируешься просто элементарно. Только из-за этого. Хорошо. А что эффективнее, учиться делать рывок или долбить это с жгутами, то, что тебе конкретно нужно? Блин, Саня, надо и то, и то. Что лучше, с женщиной сверху или сзади? И то, и то хорошо. Не, не, не. Мне кажется, что все-таки если ты на вот эти вот вытягивания дзюдоистские натачиваешь, натачиваешь их на резине, тебе не нужно. Это другой паттерн Посмотри ты сборную дзюдо, они тоже с железом занимаются. Посмотри ты сборную Монголии, все с железом занимаются. Это под дзюдо, я говорю. Все с железом занимаются. Не, я же тебе говорю, что я за дзюдо, за железо, вообще двумя руками. Но по поводу тяжелой атлетики, мне кажется, нужно очень избирать упражнения. Правильно. Вот, вот, вот. Почему ты, допустим, у меня хороший специалист по тяжелой, Георгий Григорьевич, это не надо, это не надо, вот это против, вот ты уже в твоем возрасте, тебе только вот это, вот это. Нужен специалист, который четко понимает, какая у тебя тропометрия, как в любом виде спорта, в любом абсолютно. Попадешь к ней к тому, будет жопа. А сейчас в кроссфите согласен, большинстве, как берет, квадратные коти, круглые неси, береборщики, кидай дальше. Все. Весь кроссфит. Мало спецов. Но в нашем зале хорошие спецы. А у нас вообще нет, мы только живы. Да, мы вот занимаемся. Да. Огромное спасибо, Матвей, Александр. Я считаю, что мы тему БЖЖ в ММА раскрыли достаточно полно и очень хорошо. А там что, вопросов больше нет? Вопросов от зрителей больше нет, но еще никуда не уходите, еще надо это правильно завершить. Давай. Я хочу сказать, что мы организуем БЖЖ-марафон с целью сохранить искру Джио в себе, сохранить БЖЖ-сообщество, БЖЖ-команду. И на протяжении марафона мы предлагаем всем тренерам, владельцам клубов, главам команд и филиалов обратиться к своим ученикам, студентам, братьям, с возможностью сказать слова, которые они считают важными. Это могут быть посты, комментарии, стори. Главное поставить тег Джио в тебе. И лучшее обращение мы будем репостить и цитировать в наших эфирах. Но начнем мы с вас, потому что Матвей, Александр, вы тренера, обратитесь, пожалуйста, к своим ученикам, которые сейчас не с вами. Что я могу сказать? Ребен, занимайтесь спортом, занимайтесь, неважно, ММА, БЖЖ, главное, чтобы это было по кайфу. Тем более, ММА без определенной доли БЖЖ не бывает, не существует. Опять же, кто-то сейчас будет кричать самбо, но я больше склоняюсь к БЖЖ. Поэтому, тем более, я сам люблю побороться, хотя борюсь в последнее время как унылая какашка, потому что на себя времени не хватает, все на любимых учеников. Занимайтесь спортом, будьте позитивными, карантин скоро кончится. Саня, давай. Да, слушайте, ну, если вам прям вообще не имется сейчас куча-куча роликов, у меня на канале сейчас будет пара роликов по поводу того, что можно делать самому, и понятно, что вы все это делаете или кто-то не делаете, но если у вас есть свободное время, некуда его девать, посмотрите людей, которые прям очень четко объясняют базу, прям со всеми деталями, со всеми углами. Возьмите жену, кошку, собаку, попробуйте просто этот угол понять и сделать основной акцент не на то, что вы там кому-то что-то пытаетесь отломать дома, а в том, что вы просто пытаетесь понять вот это вот соотношение. Я бы в свободное время сейчас, ну, собственно, чем я и занимаюсь, потратите на изучение каких-то таких глубоких деталей, не надо пытаться накопить в себе там тысячу приемов, которые ты посмотрел в течение четырех минут, и это вообще у тебя нигде не осталось. И тебе интересна какая-то тема, вот покопай в нее, это будет прям суперполезно. Ну, и если вам прям совсем хочется бороться, но никак, вот прям сделайте у себя борьбу в голове, представьте, что вот вы боретесь, прям почувствуете это для себя, как ни странно, но это работает. Всем живо. Всем пи, соус, шмел, большой полосатый мух. Спасибо, спасибо, что были с нами, спасибо зрителям, спасибо нашим экспертам. Увидимся завтра. До свидания. Пока. Пошли.